Чтобы бизнес развивался, государство помогает ему финансами через региональные институты поддержки. В Чувашии самыми крупными являются корпорации развития и фонд развития промышленности и инвестиционной деятельности. Однако теперь им самим нужна помощь. К примеру, корпорация развития потеряла более 1 миллиона рублей, которые хранились в Чуваш-кредит-промбанке. Вместе с этими деньгами и своих работников. Многие уволились и сейчас здесь работают всего три сотрудника. Корпорация живет за счет периодической продажи своих активов. Сама себя, так сказать, проедает. Когда деньги заканчиваются, продается очередное имущество. В настоящее время корпорации продолжают осуществляться сопровождение инвестпроекта Сучуан-Чуваша по строительству агропромышленного комплекса. Как у вас осуществляется сопровождение бизнес-проектов и какие доходы вы от них получили? Вот вы назвали три проекта, что вы реализовали. И сейчас вы сопровождаете инвестпроект Сучуан-Чуваш. Как вы их сопровождаете и какие у вас доходы от этой деятельности? В принципе, это основной вид вашей деятельности. Я так понимаю, это должно быть. По сути, вашей корпорацией оказывается административная поддержка. Безвозмездная. Доходов мы не получаем. В отношении двух предыдущих проектов там порядка 25 тысяч рублей. 25 тысяч от двух проектов. Для того, чтобы миллион сто набрать, насколько надо проектов реализовать. Ситуация чрезвычайная, что и говорить. В таком виде корпорация даже не оправдывает своего названия – развития. Поэтому Минэк в ближайшее время должен будет принять ряд важных решений и осуществить перезагрузку в работе институтов поддержки. Фонд развития промышленности и инвестиционной деятельности за три года существования получил всего 17 заявок на предоставление займов, четыре из которых были рассмотрены на заседании экспертного совета. Цифра неутешительная. Специалисты предполагают, что предприниматели опасаются брать такие большие займы. В целях увеличения количества заявок фонд предлагает внести изменения в программу промышленности в части изменения минимального значения бюджета проекта со 100 миллионов рублей до 50 миллионов рублей. Привлекать сторонних инвесторов и выращивать своих. Так, если коротко, можно сформулировать задачу, которую ставит правительство перед региональными институтами поддержки. Рифат Фадкулин, Игорь Зверев, Республика.